Слава Иисусу Христу! 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 Слава Иисуса Христу! Слава Иисуса Христу! Слава Иисусу 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 Христу! Слава Иисус Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисус 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 Христу! Та и моя служенная, вот. Слышали ли я истории, нет? Она такая, ну, как бы, вот у старых бюджетников она наступает. Что с этим делать? Время была же советская, еще в 60-е годы, что-то там. Короче, он где-то в 10, в Украине, в Западном Украине. И, короче, он раньше всех засветов стал, значит, приготовился, ну, день такой торжественный, любовь, важный. Ну, а, ну, у него такое, как бы, на сердце было знамение. Я не знаю, наверное, видимо, от Бога пришло такое. Думаю, сам от Бога мне решился, парень, да. Вот. Это же за всю жизнь, матери. Вот. Это как в сказке, там, да, берешь стрелу, значит, раз, и бац, а потом она к нему на стрелу попадет. Ну, да. Ну, в сказке это хорошо, наверное. Ну, одним словом, он сидел, ждал, значит, куда-то, чтобы появиться. А так получилось, что, значит, что как раз именно в тот день, вот так вот саппал, что именно в тот самый день привезли одну девушку. Вот. Красавица, все. Но она слепая. Вот. От рождения слепая, как говорится. Привезли ее, как бы, значит, там, вот, завезли в собрание, значит, пораньше. Потому что потом им было некогда, они приезжали сами, вот, привезли в собрание. И, короче, вот, опа. Ну, девушка красивая, все, но слепая, совершенно слепая. Короче, а у нее, блин, Бог, уже за руку, как бы, уже он обещался, все. Вот. Я не знаю, как бы. Когда бывает, она думает, что там, выбираешь, что. Думаю, если это уголом, господи, может быть, еще что-то. Еще просим, еще раз. Мало ли, как-то. Это как апостолов выбирали, значит, думали, кого же не хватает. И нас, да что быть, апостолов, они так посудили. Кого-то не хватает. Ну, возьмем другу, кто точно, они были от самого начала, они были после нас всегда. Всему были свидетели тоже, значит, и два таких, ну, достойных кандидата. Но, надо мной из них выбрали. Давайте бросим жреби, наверное. Вот, бросили жреби, выпал там, а там, а там. Другой, не знаю. Другой, наверное, может быть, обидный был всю жизнь потом. Как, почему, почему не я, что-то теперь. А почему точно. Я не знаю, что было с тем другим. Вот. Или, допустим, а муж братья уже приседали в сердце. Вот хорошо, кто-то, ну, все, второй. Давайте еще раз бросим жреби. Нет. Ну, короче, когда парня рассказывает историю, я переспрашиваю, там, как бы, если в Робинске области уже. Говорят, да, был случай такой вот, значит, как бы, да, интересный. Он потом среди писядников ходил такой глиняный, значит, дам пришел. И вот он потом молился, собрание тоже отрождал от Господа. Может быть, Боже, может, как-то по-другому это решит. Вопрос, я не против, она вроде красивая девушка, ничего, ну, вот, она же скрипает совершенно. Значит, ну, вроде как бы, насколько я понял, она была вообще, ну, не просто потерявшая зрение, а вообще точно скрипает была с самого начала. То есть, вот как здесь эта история, слепоражение, например, словно. То есть, она самая местная, в общем, не левая. Вот так вот. Вот так. И потом, в конце собрания, он там, значит, объявился, рассказал, и вот, значит, и что если, значит, там, вот, она, вот эта девушка, не против, то он хочет взять ее. Жены, да, значит, так, конечно, в шоке. Приехал он в собрание, привезли на собрание, парень, что называется. Потом это хороший, наверное, пример был, для не пахнута на собрание, да? Приходите парень, что на собрание. Нет, ну, одним словом, значит, согласилась, там, вот, девчонки, значит, мы, как бы, сыграли стальку. А, ну, самое интересное было потом. Именно, когда, вот, само было венчание, все, значит, там, мы их предоставляли, вот, она прозрела, короче, она стала верить. Вот, вот это вот чудо было созидательное чудо. Вот, потому что, а почему еще, как бы, значит, там, что, почему об этом долго говорили потом? Потому что, вот, как бы, значит, все так настолько, все пазлы тогда встали на место, как бы, картина стала ясна, вот, тогда. Да, ну, знаете, задним умом всегда она умная, да, вот, вот, но, каково было и ему, и ей, значит, она тоже соглашалась, что тоже, не просто там, потому что, ну, я же, ну, слепая, вот, ты, значит, здоровый человек. Вот, вот такие истории бывают. Вот, и я понимаю, что у Бога есть чудеса, есть, как бы, восстановление, да, чудо такое-то, а есть созидательное. Вот, примеры, вот, с Ренхарлен Бонке у меня тоже, вот, очень, так вот, для меня был поразительный случай такой, удивительный просто случай. У него много всяких случаях таких было, сверхъестественных, но, в основном, такие чудеса, которые их, ну, без права, как можно сказать, в основном в Африке какие-то, по-моему, без правки, значит, там, там, просто люди, коллеги, эволиды, значит, там, ну, как кого-то на видео запечатлели, там, значит, там, что-то не было, по-моему, отраслов, значит, там. А, и Ренхарлен Бонке, еще-то Те Лозборг, значит, он, он тоже приезжал как раз в Африку, там, и тоже там чудеса совершал, значит, там, Те Лозборг рассказывал, когда, значит, он, был, там, один из первых был, как бы, Круссей, значит, получается, да, вот, в Африке объявили, народ собрался, вот, значит, и тем более, там, он приехал в такое место, где белых вообще на пересчет было, а белых проповедников, которые черно проповедуют, вообще не было таких еще. Вот, и люди собрались, интересно стало, значит, вот, и там, значит, приехал один, ну, как приехал, он такой каталка, такой, инвалид, у него, значит, ноги были, все было, да, но не было, ну, ягодиц не было, вот, и всех, вот, то есть, они, с вами, ноги были, как плеск, вот, значит, и вот это все, что у человека нормальный есть, да, держит его, там, значит, у него этого не было, у всех этих мышц, они отсутствовали просто, вот, такой был, ну, как, инвалид, урод, урод, урод такой был, да, и вот, значит, И вот этот черный инвалид, он был в собрании. Прямо под ним был открытым. И даже так получилось, что за него даже специально не молились. Потому что там, во-первых, у народов будем, а тем более, что не все коллеги могли пройти туда. А у него где-то он был в среде этой всей толпы. И у него, одним словом, все это появилось. Не просто он почувствовал себя, почувствовал, что у него там что-то наросло у него. Он смог подняться, а потом ажиотаж поднялся. И на сцену пригласили. И как раз продолжая на сцену, он рассказывал всего-то, что на сцену, что у кого что произошло, расскажите, поделитесь, прославьте Бога тем самым. Люди выходили, рассказывали, вот так, у меня рука не шевелилась, шевелится, а вот еще кто-то заработал. Вот он, глаз никто видит, значит, там и прочее. Вот. И тот на сцену вышел, товарищ, значит, и спросил, а что у вас там? Он, короче, снимает штаны, и народу всему показывает задницу. Со сцены. Короче, телом. Он говорит, выключается, как вы, уберите, это, видимо, он сумасшедший такой. А он, короче, потом объясняет, что у меня не было ничего этого. Он вообще задницы не было как таковой. И он потом не мог даже стоять, стоя ровно не мог даже. Вот. И, значит, ну, короче, прославим Бога. А потом, кстати, прошло время, значит, он был не с этой страны, ну, там другая маленькая страна, соседняя. Ну, там граница такая довольно условная, значит. И этот человек вернулся себе на своих двоих, как говорится. Вот. Но потом, телом, спустя какие-то годы, снова в Африке. И с той страны, откуда вот был человек, были, ну, как, верующие, служители некоторые, они рассказали предложение. Оно еще более уникальное. Короче, в его стране тогда была, ну, как война, не война, ну, одно слово, что-то такое. Наподобие как гражданской войны, что-то такое. Локальнее, но небольшая такая война была. Вот. И ему возвращаться вообще, ну, не возвращаться, как беженец остаться был в этой стране. А он решил вернуться к себе туда. И он, значит, вернулся, значит. И когда-то была история такая и смешная, и трагичная, ну, всякое. Короче, там конфликт такой был. Ну, племена, меж племенной, как бы, значит. Одна страна, как бы, для нас это один народ. А у них, наверное, вот они такие теплые. Ну, и как бывает. Чем ближе родня, тем, как бы, значит, жарше конфликтов бывает. Вот. И, знаете, вот так произошло. Вот, значит, вот там солдаты, вот, убивали людей уже, значит, там, значит, там, и вот он попал, там, как бы, с группой других черных, там, со своего народа попал, ну, по сути, в руки вот тех вооруженных, которые убивали их, вот, народ. То есть у них шансов не было. И мы там тоже, там, забиливали, вот, кого расстреливали, обычно даже не расстреливали, просто так, вот, мочеть, там, зарубили. Ну, вообще, ну, страшные вещи. Значит, и эти люди, попавшие туда, к ним, ну, они нечаянно шли, короче, и набались на дозоры военные, которые их доставили туда уже. И они были способны, знаете, каким образом, спрашивали, кто, откуда, значит, ну, выясняли, кто, откуда. И этот, как раз, а я, как только что пришел, ну, с той стороны. А это было, а, это было, ну, почти, практически сразу после того, в правом времени. Я, мол, пришел оттуда, а что ты делал там, типа, когда шпионов, что-то, как шпион вернулся. Я говорю, что я был на его нивилизации. Вот, белый человек проповедовал, значит, и Бог совершил чудо в моей жизни. Иисус Христос сделал чудо. Какое чудо? Показывай. Короче, сказал, что все, как, оборжались, короче, ну, напряженно с автоматами все. А здесь смех, говорит, вот, там задницу покажется. Я говорю, что за это вообще? Да, значит, Мишуга по еврейски, значит, Божевидный. Здесь улица есть, на Лёгге, улица Мишуги. Я был на улице Мишуги, значит, там, значит, как раз, как, какой, не помню, как он был, с Израиля как раз звонили. Значит, ехаю сейчас в Киеве, я вот здесь, на улице Мишуги. Какая улица, Мишуга, это же, значит, Божевильный. Я не знаю, что он у Киевского, но есть такая улица, такая. Да, значит, думали, что, короче, он сумасшедший, больной. А он рассказывает так и так, и там с народу, значит, вот, значит, подтвердили. Да, он на самом деле был молит всю жизнь, уже взрослый мужик, а вот так вот. Лишь молочил за собой на матерсе. Ноги, значит, потому что, значит, у него не было ничего. Вот созидатель, а как это подошло? А вот, первый человек молился просто, вот, Иисусу, да, значит, вот, и чудо подошло. Вот. Они уточняли, расспрашивали, короче, он все, значит, объяснял по каждому. Вот. Короче, их не убили больше того. Этот человек, который был без задницы, да, напишите, стал, ну, человеком задницы, да. Значит, он стал за них молиться, вот, и, ну, за тех, кто даже не убивает их, да, они покаялись, ну, по крайней мере, они покаялись в том, что они им убивали, значит, они не хотели больше убивать, значит, и, значит, у них были чудеса. У них были чудеса, там, какие-то там, может, другие чудеса. Прошли годы, и этот, чёрт, например, человек с новой задницы, он стал там служителем, пастором, оказывается. Так что, вот, интересное чудо. Да, кстати, и у них тоже были такие чудеса, такие создательные. Но, почему вспомнил ещё про Ренхарда всё-таки? Потому что, ахренеть на какое дело, знаете ли, там больше нас там надо доверять нам, да, значит. Западный человек больше любит бумажку, да. Без бумажки это ведь вообще бугарки и деньги, никто там. Вот, значит, да, значит, и это чудо, вот, созидательное, одно из редких чудес таких, именно, документально в Германии зафиксированных, это вот чудо созидательное, когда Бог новую матку дал женщине и все органы женские. Вот, ей делали операцию когда-то, всё удаляли ей, вот, значит, а она, значит, уверовала, и она, значит, стала там христианкой, и она следила за Крусселями Ренхарда в Бонке, значит, да, немец, а всю жизнь в Африке трудится, и там такие чудеса. И эта женщина так высудила, что если Бог может тебя черных так вот исцелять, то и меня может исцелить, в принципе, какая разница Богу в Африке или в Германии. Вот, значит, вопрос-то больше, вопрос веры стоит больше, не чего-то другого. Ну, вот, под пальмой или в большом собственном доме Богу, какая разница тебе исцелять. И вот она, вот, они снова вот возоблили Богу об этой молитве, и исцеления начали потом исцеление Созидателем. Она, да, она хотела быть ребенка, родиться сама хотела, вот, и за нее Ренхард молился, у нее все появилось вновь. А, да, еще почему-то, еще почему-то интересная вещь такая, что, когда ее удаляли, удалял вот там профессор, известный человек, и были другие там врачи. Дорогая глиника, богатая, значит, вот, как бы, они вырезали то, что надо было вырезать, не, значит, не ошиблись там, вот. Вот, а, но, там, это как это, случаи таких бывают, да, значит, такие, что не то вырезали вообще. Ой, хайбок у него там, наслушаешься порой, вот. А сейчас, общаешься порой с врачами, там, они между собой, там, такие вещи рассказывают, порой. Вот, значит, что там порой думаешь, лучше без этого, как вообще, как бы, вот, честно говоря. Да, но, а бывали такие, вообще, там, смешные случаи, когда там, в России, типа, случаи, когда там выислилось, что просто подрабатывала, там, вот эта техничка, она настроилась там полы мыть, все, значит, и сама по себе так посмотрела, как там, вечер зубы решила, подработала зубы, о чем, пока врача не было, подработала себе денежку. Вот, значит, там лбу удалит, а, да, хирург, хирург, и, короче, да, она такая женщина, врач, да, я врач, все, какой зуб даете, все, все. Делала лунный вид, как бы, и, оказывается, там долгое время, какое-то, некоторое время подрабатывала таким образом врачом, без всякого образования, потом, значит, выяснилось, что, значит, у того не тот зуб вырвал вообще, здоровый, с большими корнями, но она была такая, женщина такая уверенная в силе, и довольно сильная, короче, хирург, соседний зуб, вот. Потом, значит, однажды сошло с рук, а потом была, значит, ну, человек был более спокойный, как бы, а второй человек, пошел скандалить вместе, там, начали все выяснять, значит, и вот и выяснили, что ты вообще не понимаешь вообще, просто техничка там, по-моему, он будет, значит, ну, посмотри, так подрабатывала для себя еще стоматологом. Да, а представьте, значит, это еще, это еще не вся история, там есть такие истории, что у нее вообще страшные вещи, когда там куплены дипломы и человек вообще не берется ничего, значит, и идет там серьезные вещи, ну, ладно. Вот, ну, а вот та женщина, ее удалили правильные врачи, вправильные книги, я не скажу, значит, и все правильно удалили. Вот, и потом еще у нее была что-то другая болезнь, ее обследовали еще, там были всякие снимки, все, и все полностью показывало, что у нее вот этого ничего нет по-женски, да. Но самое интересное, после молитвы, да, когда я тут не молился, у нее все появилось. Вот, но это еще не все, да. Потом была программа такая, значит, где я выходил с ребенком, значит, да, значит, если кто-то видел, значит, старая программа, значит, и с ним это белая женщина. Помню, что он с черной группой улицы, а это с белой женщиной. Значит, и он показывал, как, с ребенка, короче, эта женщина родила еще ребенка. Вот, вот так и так, что, значит, было чудо восстановление. Не просто так, что воссоздало все, как-то, да, значит, по-новой, но и все у нее работало, да, и она вот забеременела и родила ребенка, здоровый ребенка родила. Вот, и врачи, вот, профессор, вот, врачи вот этой немецкой клиники, они вот, да, вынуждены были вот признать, написали такие, ну, такой документ, все, как положено, что... И там заключение, что у нее новая матка, да, что прежняя была удалена, и вот у нее выросла, ну, как бы, значит, новая матка, значит, новые органы все, значит, и потом она вот и рожала ведь, и по беременности там была, значит, либо и рожала. Вот так, вот такая история, как бы, интересно, если в Африке там, как бы, ничего, в основном, не документировалось, в заявительном случае, если, там, какой-то, ну, черный, богатый, допустим, да, значит, человек, вот, значит, чаще всего вообще нищета, вот, значит, простые люди, значит, которые там, уже как просто ехал, да, вот так вот, значит, и вот такие чудеса у них происходили. Вот, и Иисус вообще сравнивает, действительно, себя, называет себя светом, и вот то, что происходит, вот, допустим, вот, 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 где они говорят, описано, да, Иоанн, он это все называет днем, этот день, вот, вообще, когда исцеление — это свет, а неисцеление он называет тьмой, и когда ничего никто не может, он будет делать, это, говорит, ночь, ночь, состояние ночи, очень страшное состояние ночи, вот, и порой понимаешь, что, знаете ли, вот, даже современное христианство, да, вот, моё личное христианство, вот, смотришь вообще на, вот, христианство в целом так вот, вот, оно порой сейчас, знаете, вот напоминает такой вот брейшеный рассвет, вроде как бы и темно, вроде как и светло, вот, светает, значит, вот светает, вот, и порой лучи пробиваются, как бы, и вот вроде как посветлело, вот, а порой опять солнышко раз где-то прячется, вроде как бы поднимается солнце и порой озаряется жизнь, вот, и я понимаю, что это ненормальная ситуация, но я верю, что должно всё измениться, вот, и тем более, что, когда духовное пробуждение происходит, то оно действительно всё меняется, в корне всё меняется. Самый такой случай, вот, в нашей истории, современной уже истории такой, я считаю, это как некая увертура, что ли, вот этого сегодняшнего такого пробуждения, которое должно прийти сейчас на эту землю, это то, что было в 70-е годы, вот, не так давно, на протяжении 70-х годов, в церкви Ольбиста, в Таллине, таллинское пробуждение знамятое, на месяц с 90-х годами, известное пробуждение, вот, когда в Эстонии, Эстония очень удивительная страна, там, хотя могут шутить, да, о горячих эстонских парнях, вот, и так говорят, брат Сталина. Сталин? Ну, не Сталина, а брат Сталина. Да, понятно. Вот, потому что если по-русски быстро, то это брат Сталина получается, если по-русски эстонский, брат Сталина, а то тогда, получается, он с города Таллина брат. Значит, и я там попал в этой церкви Ольбиста, был там в Таллине, давно уже, правда. Вот, уже лет 15, нам пришло так больше. И интересно, вот, общение было с тамошними пастырями, в том числе со служителями некоторыми эстонскими, которые были в 70-е годы молодыми служителями, но были очевидцами всего этого, вот это пробуждение духовного. Притон у Каранасиев, парадокс, это церковь Ольбиста, да, ну, это старое здание, старинное здание, значит, там баптистская церковь, и баптисты, и что-то еще там собирались. Вот, значит, а здание самой Кюрхи, оно такое древнее такое даже, вот, но это через забор от КГБ, фактически, вот в чем парадокс, управление КГБ по эстонской, как он назывался туда, ССР или как он, короче, вот как-то так, значит, управление республиканской, вот, и, значит, и там, а то когда пробуждение началось, там очень серьезное пробуждение, что люди начали массово исцеляться, до сих пор не знают, как началось это, одни говорят одно, другие другое, но, видимо, ну, как бы, действительно оно, никто не знает как, а глупо просто пришло, и все. Обычно рассказывают такую историю, делали все как обычно, обычное служение, в конце собрания все остановились, эти служители, там сколько было, и молились за народ, вот, и они руки так вот делали, вот, друг перед другом, значит, там, и, как вот, играют ручеем, и все проходили, кто был в собрании, проходили, так вот, сквозь них под этими руками, вот, ну, получали благословение, вот, и все. В тот день было тоже, это 70, какой, 70 или 71 уже год был, вот, было как обычно тоже, вставились, и так братья стали молиться, благословлять, и народ сказал, вот, как проходить сквозь вот этих, значит, служителей. Слово тоже было, обычное слово, то есть, ничего такого, как бы, такого, как бы, ну, грома с неба, какого-то не было. Вот почему, братья, вот, даже это необычное все, начало, это необычное все. Вот, не как все представляли порой люди, но люди, вот, кто были там, они все исцелились. То есть, ну, у кого-то там серьезные, там, болячки, у кого-то, что оно такое незначительное, потом обнаружили, но, как бы, исцелились, исцелились. Вот, знаете ли, быстрая молотка разошлась очень по Таллину, вот, и люди стали приходить, разные люди приходить, вот, и люди стали исцеляться. Вот, да, звучало тоже пробовать, все, значит, и потом люди проходили в конце собрания, вот, момент был, кульминационный собрание был, вот, и люди стали исцеляться. Вот, и при том исцелялись так конкретно, что, ну, со всего Союза люди съезжались туда, тогда, в 70-е годы. До самой Олимпиады, в 80-е годы продолжалось подобное, вот, и уже ближе к Олимпиаде, уже в 80-е годы в Москве, вот, это прекратилось, вот, где-то 79-й год как раз вот. Вот, ну, опять-таки, братья сами, вот, неизвестно, как оно началось, и не поймешь, как оно закончилось вообще. Вот, даже сами и не заметили. Все то же самое совершали, так же молились, но как-то не стало исцеления. Ну, как бы, может, кто-то исцелялся, но это, ну, разве кто-то, может, кто-то там исцелился, может, но... Вот, вот, не было такого массового, как бы, оно прямо вот шло, шло и шло. И, притом, настолько, что массовость была такая, что, так как бы, там, милиция в Таллин, кто поездами еще приехал, там было видно, что... В специальной камере, вот, значит, смотрели, проводников обязывали доносить, тут же, значит, там, если кого фиксировали слова, там, Бог, Христос, значит, где-то в Микало, тут же, значит, сообщали на станциях, значит, и тут же милиция все, как бы, заходила, забирала их. Вот, саживались с вагонов, значит, вот... Но самое интересное, и самое смешное, что даже саживая их, люди получали исцеление. Вот, значит, на станциях, на полустанках где-то их саживали, значит, они получали исцеление. В отделе милиции, значит, там, при собрании протоколов, значит, там, вот так... Удивительно, то есть на пути туда даже люди исцелялись, не говоря уже в самом собрании. Вот. И там были скандальные были случаи. И тоже чудеса. Я много интересовался этим вопросом и много было чудесно-созидательно. То, чего не было, оно отрастало. То, чего не было, оно появлялось как бы. А порой в очень плохом смысле. Вот я вот случай самый трагичный назову. Когда КГБ решило сделать такую порставу специально. И они там одного комсомольца нарядили гордуном специально. И склопни машины ему сделали гор. И он должен был, дали денежку ему, он должен был специально пройти под этими верующими. И там пригласили уже газетчиков, милицию, дружинников. Все было готово. За аферизм как бы, чтобы арестовать братьев. И этот гордун должен был признаться, что так моя совесть комсомольская проснулась. И вот, короче, я хайлю, что-то черт. Верующий позарился, верующий денежку предложили, значит, там сыграть такой спектакль, разыграть как бы поставное чудо. И вот, значит, и вот этот горб на самом деле не реальный. И исцеление было просто фальшим. Вот вроде. Вот нечто подобное. Вот, значит, и тот, как мы собрались, прошел, значит, там, все, значит, и потом орет, ну, говорит, с благиматом. Говорит, значит, что у меня горб, я горбатый. Братьев, пока, извини, ну, вообще-то не мыл. Но Бог исцеляет. Не знаю, почему. Обычно все исцеляются. Почему он тебя не исцелил, мы не знаем. Да нет, я пришел сюда с Пахем Абшей, короче, этот мир настоящий был. А теперь настоящий. Короче, раздевается, у него настоящий, реальный горб. Значит, там, было по мне машин, был муляж. А вот, значит, короче, там, тут же пытался снимать, значит, там, да, а что такое, что такое, сказал, назревать серьезно, значит. Тут же милиция, дружинники КГБ, но уже не братьев хватает, а это, в конце концов, захватает, вот, значит. Вот, значит, а он и деньги демонстрирует, что вот все, что было приготовлено, короче, поста бывает. Братья помолились, говорят, что у меня эта горб пропала. Ну, не знаю, ни мы давали, ни мы не забираем, как бы, значит. Ну, короче, ну, не успел ничего там договорить. И, короче, ну, его уж не видели. Ни до того не видели в собрании. И потом после этого не видели. Дело, что он, куда его там увезли, не знаю, что с ним там сделали. Ну, одним словом, вот, пропал человек, одним словом, все вот так вот. Вот, позарился на деньги, вот, значит, решил разыграть вот такую сцену и не знал, что он с Богом играет, вот. Вот, я думаю, архивы, как бы, наши все-таки, они будут обнародны. Вот, и мы узнаем много очень таких больших и малых трагедий и чудес, великие божьи чудес. Ну, знаю, множество. Вот, и, значит, ну, по крайней мере, даже если не обнароднут их публичность здесь, на этой земле, но в небесах уже все узнаешь. Уже все подробности этих вещей, всех этих точно уже узнаешь, вот так. Вот, ну, вот тоже пример, когда чудо, да, чудо, но созидательное чудо-созидательное, но совсем в другую сторону было созидательное. Оно тебе надо? Нет, ну, то было конкретно такое было, противобожное такое. Ну, вот, в своем служении тоже, я не знаю, были чудеса, воссоздающие как-то, но так, чтобы появилась там новая нога, новая рука, там, и чего-то еще такого не было. Вот, и ревную о том, конечно, ревную о том, значит, и, вот, самое, опять-таки, необъяснимое для меня чудо, вот, как бы, в служении, да, было вот, когда в Харьковской области, значит, я до сих пор вспоминаю, правда удивляюсь, вот, всякие чудеса были в служении, но подобного никогда не было вообще в жизни, ни до того, ни просто того. Вот, в Харьковской области, когда после, там, семинаров, служения, там, Изюм, какой-то еще город, там, ну, Изюм запомнился названием, в общем, Изюм. Вот, значит, и потом, после собрания этих, на выходные я должен был уже быть здесь уже, там, в Киеве. И, получается, пять на цепи, черт, меня, там, братья садят на автобус, должны садить были, и автобусы, ну, как раз, начну автобусы. Откуда-то шло, ну, кто с Донецкой, откуда-то оттуда, с Москвы вошел автобус. Так, большой автобус, большой багажного отделения, значит, там, значит, и утром, рано утром уже в Киеве, вот так вот. Значит, и, вот, все было уже как-то спланировано, а так получилось, что приехали на эту автостанцию, и там, выясняли, что, ну, братья не узнали все, всех деталей, что, оказывается, рейс перенесли чуть-чуть, то есть сдвинулся маршрут, значит, по времени. Ну, и все, я где обратно туда, за полным домом, вот, как бы, куда ехать сейчас, ну, на вокзале сидеть, что, далековато довольно было. Вот, значит, что решили? Один брат, значит, сказал, что, а вот у нас здесь, вот рядом буквально, здесь больница, и там сестра с церкви, как раз, верующая, вот, в хирургии лежит, вот, значит, ну, как бы, с ней так, более-менее нормально все, вот, вот, заедем, может быть, и ей приятно будет проверить, значит, там, вот, может быть, слом поделитесь, там, может, даже в пользу и случай, как бы, так, да, как бывает, значит, или, ну, честно говоря, у меня была усталость такая, как бы, значит, уже, думаю, сейчас, я уже, уже настроился сейчас откинусь там, ну, в автобусе, перенес в крест и буду кемарить до самого Киева. Ну, ладно, ну, чё ж, поехали, поехали, вот, туда подъедем к этой больнице, вот, значит, там, дежурный врач, сестра дежурная, и так они это хорошо принимают, так, интересно, очень открытые люди, так, вот, как-то, не часто среди медиков, такая, пидест такая вот такая встречается у нас, значит, к сожалению, значит, в Штатах, вот, такая пидест, она, вот, среди медиков, она, я заметил, она, она другая, так сказать, она иная, вот, я там был в разных госпиталях, проповедовал, и, притом, в госпиталях, один раз только в христианском госпитале, от литвистов, седьмого дня, значит, в госпитале, значит, а остальные были светские, обычные, государские, как это назвать, не христианские, вот, но и там, и там открытость такая, даже, я говорю, здесь порой в отделении реанимации, мы бы хотели бориться в креом на дороге за мастера, значит, приехали, все, значит, там, вот, не пустили нас, не в палату даже, а в реанимации вообще даже разговора никакого, вот, значит, только рост не пропускают, значит, там, значит, там, и, да вы что? Вся система еще такая вот, ну, такая старая, еще советская система, представляете, вообще? Вот, я один из приятных таких шоков, таких культурных шоков, значит, в Штатах получил, как раз именно, вот, в госпиталях, вот, значит, и не только первый раз, а несколько раз был в разных госпиталях, но в разных штатах, совершенно разных штатах, вот, но везде одинаковая политика, мне это очень понравилось, то есть молящимся людям, да, относятся, как к коллегам, то есть, пусть я в черном, молоте, а не в белом, да, или, ну, как бы, и что-то еще, то есть, но отношение такое, что именно мы боремся за одно, мы за одно, за одну душу сражаемся, да, значит, за одного человека, вот, значит, и они так рассуждают, что все методики хороши, вот, если ты им можешь молить и помочь сейчас, тоже, включаясь в команду, ты, короче, тоже с нами, в отделение терапии, это интенсивные приходили тоже с праздником, молились, вот, чуть, ну, понятно стало, чтобы не мешать, значит, там, молились, и, но вот это уважительное отношение, вот, к тебе, я там на английском с пятой на десятой, и не могу изъестниться, молился на русском, значит, там, вот, значит, ну, а отношение такое, внимательно, ну, вот как партнеры, как коллеги, вот, это вот, оно чувствовалось сразу, удивительно, конечно, и везде пускай, если вот как на молитву, сразу все, нет проблем, на любой этаж, а, значит, да, там, значит, я помню, в Сен-Сенате, в Большом Господе, значит, и там сказали, что в Господе есть русские переводчицы, о, еще у них что-то, я могу, да, есть русская, потом объяснилось, что это никакая не русская, она узбечка вообще, и она русский почти не знает, только под это неси, там, моя-твоя, как бы, ну, вообще-вообще, надеюсь, он не русский, нам лучше знать, вот, да, ну, значит, да, ну, в общем-то, вот такая история, вот, ну, ладно, ничего, там, Господь помог, вот, я, значит, там уже, потом находил, а, еще у меня Библия, вот, вот, не вот так, что в Библии, сейчас уже вообще проще, а тогда, значит, бумажная, русский английский вариант, я показываю текст, показываю, вот, человек зачитывает, и ему зачитывают, значит, окей, окей, все, амин, эм, 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 все, вот, имамин дальше. Ну, а вот по поводу того, что было в Харьковской области, вот, знаете, вот, вместе с Зюмскими этими восторьями, с служителями, да, вот, пустили, тогда, значит, в эту больницу, значит, отделение этой хирургии, да, значит, сестры-то не нашли, оказывается, ее, как раз, когда-то мы не выписали уже, вот так вот, вот, значит, и, эм, ну, ладно, а это, вот, я прощу такую дежурную, может быть, я, ну, пройдусь, пустите меня, я пройдусь, раз, и эта женщина, ну, не беда, я могу пройтись, помолиться, я говорю, откуда вы, большой, вот, с Киевом, я его гость, здесь гостя, в Харьковской области, мне, там, хорошо, вот, значит, пустил меня, вот, значит, и, там, братья в палату одну, вторую, вторую помогли, и, и, в каждую палату, примерно одно, одно и то же я говорю, захотя, значит, там, поприветствовали, значит, там, коротко об Иисусе Христе, вот, я говорю, молюсь за вас, вот, значит, молились Иисуса Христа с Его Спасителем, вот, называли и Господом Своим, каясь в грехах своих, и принимая Его спасение, вот, как бы, все очень просто было, потом я молился за людей, за всех этих, и, потом, что я и дальше, в следующую палату, там, только один мужик, вот, дневному столу, так, оттачить, чуть-чуть, я говорю, тотальный, я говорю, я вот тоже, ну, салям, писались, как тотальный, ну, по-матери, говорю, пока нет, тотальный, а, короче, Ибрагимов, короче, я говорю, а что Татар тут не любит? Так же не любит, вот, видите, мы с ним, короче, договорились, мы с ним помолились, тут я и не говорил, Иисус Христос, я говорю, ты сам Осип, там, хорошо, им это понравилось, значит, вот, значит, благоставил Его, значит, там, значит, тоже помолился с ним вместе, вот, а все остальные вообще даже, даже без всяких вопросов, принимали, в общем, хорошо, так, вот, некоторые, какие-то были свободные, значит, больные были на выходные домой, вот, значит, но в каждой палате, ну, были люди, вот, и, значит, за всех этих людей молился, дальше, дальше, вот так вот, и то время и прошло, а потом уже, брать, уже пора, бегом на автобус уже, ну, и все, хорошо, время провели, молитвы, так, на автобус поехали, вот, здесь субботу, воскресенье здесь, вот, значит, потом в понедельник, после обеда, звонят, значит, с изюмом, блин, из пастырей звонят, и такой возбужденный голос, такой, отец Сергий, у нас такое, у нас такое, читай, короче, огромного масштаба, а что произошло, короче, они все исцелены, все исцелены, как, да вот так, оказывается, значит, писатель, значит, там, ну, добрые сотни людей, там, значит, да, все были исцелены, а потом разные, что ли, переломы, там, у кого-то кто-то просто загипсованы, там, значит, да, вот, значит, а кто-то лежал, там, значит, там, на этих кроватях, там, загипсованными сутками, там, что-то штуками, вот, то есть, как бы разные были у них, что-то, травмы, я как понимаю, разные, там, переломы, разное шборочевое, вот, значит, и когда в понедельник, обход был врачей, вот, то пришло всех выписывать, то есть, все были, пришлось им снимать и проверять, потом перепроверяли, они все были истеги während этих людей, а остались лишь, там, в этом отделении больницкого То есть все, кто на выходные выходил домой, они остались на лечении еще там, а остальные все были выписаны. И вот там дежурного врача допрашивали, что случилось вообще, ничего, что могло быть за выходные так вот все переменится. Ну и тот признался, что так и так какие-то батюшки заезжали, батюшки там с Киева заезжал. А, ну вот, короче, больше никак объяснить невозможно. То, что подошло, вообще никак не прошло, не слышно. А я еще переспрашиваю, а там тотальный был еще и все исцелились, короче. Вот сто процентов был там, ни одного не осталось не исцеленного человека. Я уже после этого, уже не удивляюсь, уже готов, поверите, если это вот как бы было вот, чему я был свидетелем, да, значит, и участникам даже. Уже готов поверить и в то, что вот расскажут там про китайские, там вот такие фантастические вообще чудеса верующие. Когда там вот эта девушка уверовала в таком собрании, значит, там имаминском, значит, там, и как раз, что возложил руки на больных, они будут здоровы. И она побежала прямо после собрания, типа, да, вот, тоже где-то были годы идти и еще. Вот, значит, советская, значит, и побежала туда, значит, к больнице, чтобы, ну, побыстрее поделиться тем даром, чтобы получила. Вот, как говорится, кучу железку, как горячо. Вот, ну и хотелось бы прямо сейчас вот исцелять быстрее. А где много больных? Конечно, в больнице. Вот, побежала в больницу. Вот, значит, и, короче, возлагает, люди стреляются хорошо подплюзло. Зачем делать по палатам сейчас? На больницу возложила руки, короче, начали молиться. Вот. И люди были стреляны все. Вот. Ну, говорят, что правда. Я уже готов, ну, кирилетарно поверить тебе. Раз уже, как бы, там уже нечто, пустим, в районном масштабе. Ну, как бы, чудо, знаете ли. Да, да, приветствую. Слава Богу. Вот. И, знаете, я думаю, что, да, духовное окружение будет набирать силы, обороты. Просто-просто, будем убедить, ну, в Октябрьской больнице, для практики месяц хороший. Вот, значит, и пусть. Тут ближе морг, что ли? Морг? И что дальше место? А, слушайте. Мне ссылку бросили, а они говорят, черный юбор, значит. Значит, там в партопожарник заходят, есть такой чумазный, есть такой там, там что-то они заливали в больницу, там, значит, там. Значит, а это, значит, к главному врачу. И говорят, мы там в банваре, значит, там, значит, все залили вам, значит. Там трое лежало, говорит, двоих мы откачали, третьих мы смогли, говорит. Значит, в том, что, так там же морг, говорит. Так, пожалуйста, где-то мы их откачали. Да, ну всякие были моменты, конечно, да. Ну, а что, у нас был собран этот, Борис Беличук, Беличук был. Вот, западный украинец брат, который воскрес, бывший милиционер. Вот, он все, да, он морг и воскрес вообще. Вот, притом он был на мертве мертвого уже, как бы, значит, да. У него, это, 90%, ну почти 100% кровоизлияния головного мозга. Вот, значит, вот одно из, ну, как бы, это было его причиной смерти. Вот, а много всего остального было у него. Вот, значит, ну, его прежняя жизнь сказалась, какой он жил. Хотя он уже уверовал. Кстати, он умер верующим. Он уже тогда, ну, перетель как раз, слава Богу, он уверовал. А так, ну, его жизнь очень такой непорядочной, конечно, значит. И рассказывал об этом тоже свидетельство. У него были приступы агрессии такой, вот, жестокости такой страшной. И он и жену избивал, значит, и один раз избил жену так, что она должна была умереть. Она, она выжила просто. За нее верующие молились, просто забили Богу. А так, раньше сказали, что удар несовместимый с жизнью просто был. Ну, как бы, то есть, а он бывший спецназ, там, не воевал, там. И когда они с друзьями, там, пьянствовали, то вот этот приступ агрессии, надо было куда-то, ну, па, выручиться просто. И они просто слушали там милициям, там, и просто ездили, и, это, находили какого-то бродяга, там, вот, и просто привозили, отбивали его все. Вот, а порой и убивали, порой, а потом списывали просто, да. Ну, свои все были друзья, списывали просто, как там, какой-то несчастный случай, там, обнаруженное тело какое-то, и все. Вот, значит, и у него были такие приступы. А когда не было, не на кого было, то вот на жене еще тоже отыгрывался. И вот один раз избил жену так, что она должна была помереть, вот, но выжила, врачи рахнули. Даже на кошке так не заживали вообще. Удивительно, как вообще все зашло. А за нее церковь была, постел молитвы, значит, там, значит. И не только их церковь, там, и с Мариугой церковь подвязалась, то, что в молитве это еще с другим городом каких-то там молились. И просто знали эту сестру, знали эту нужную. Вот, а вот так получилось, она выжила, вот. А он так и не понял, что это чудо божье, что там, как бы, ну, выжила, выжила как бы. Он с друзьями там влажал, я вам сказать, там, два у нее товарища. Он сам такой немаленький, то есть, там, на битву смотрел. Вот, значит, а друзья у них были вообще больше двух метров рост вот такие. Они как-то, там, беркут, беркут. Ну, короче, такие были, спецназ какой-то, особое подразделение. Вот, и они такие были, такие вот, его товарищи тоже воевавшие раньше и очень агрессивные. Значит, им нужно было кровь пролить какую-то, вот, обязательно надо, иначе не успокоиться. И вот, и им передали, что пастор Николай приедет, значит, сейчас помолится. Ну, короче, и он сказал, ну, пусть пастор приходит, короче, помолимся у него сейчас. Короче, за пастору этого. Вот, видите, два этих парня, его товарища, вот, по этим всем злоключениям. Вот, они сказали, ну, мы сейчас ему, короче, пастор покажем. Вот, значит, и все. Вместо того, чтобы спасать, мы сказали, что человек молился за жену, когда, значит, хотели еще его попить еще. Вот, а пастор Николай, который приехал, он, значит, сам-то тоже, кстати, бывший, как это, там, где-то воевал, там, в Альгане, что ли, воевал. Ну, уже давно уже покаялся, уже давно уже не дрался, значит, там, и такой был мирный человек. Но в тот день на него сошел вкус, вот, и так, что он, короче, потом рассказывал, он борис. Мы сидим, мы втроем, выпиваемся вкусовый мир и зовут пастор Николай. И эти двое его товарищей, эти горпалы, которые по 2 метра и выше, встают и на него. Явно не благоставлять будет, значит, вот, с агрессивным доверением, короче. Вот, а дух, так вот, так вот, а еще и пастор Николай тоже потом рассказывал. Он у нас, это не было в собрании, но он давно приезжал ко мне в гости, когда мы на Хатьковскожили, когда вместе с полицей. Значит, и говорит, значит, что он уже пожилой человек, и говорит, что вот так, так вот, будешь офицером, значит, все. И я вот иду, вот, знаю, беседу, как буду сейчас с мужем, и уж наверняка пьян, наверняка неблагодарна, значит. И что я не буду делать, вот, я шел, и в дерьме была. Либо его бить, либо его каять, и говорит, что вообще с ним делать, все тут как-то, как с ним разговаривать, не знаю. Он еще не знал, что про этих товарищей, что с ним. Вот, и только заберу, вот, в комнату, он рассказывал, так теперь, что был. Вот, и так сходит Дух Святой, что я, значит, вот, он, короче, берет этих двух этих, огромных, будут трогать, значит, этих ребят, вырубает их, как котята. Просто, вот, реально, как котята. Значит, и этот Борис рассказывал потом, что у него в мире что-то сошла. Он протезвел. Как? Притом, с такой лёгкостью, как будто они просто котята такие, беспомощные совершенно. Вот это да! Ну, короче, шаумин отдыхает вообще. Ну, знаете, а этот просто подошел к нему. Короче, за грудки его, значит, к стене, он не бил его. Он просто за грудки, говорит, к стене, говорит, прижал. Ну, так, что они пикнут, вот. Вишу, вот, у стены, говорит, и не могу даже, ну, пикнуть даже не могу. Не шелохнуться, как говорится. И все, значит, да, значит, и, короче, он вот таким образом покаялся. Короче, он ему коротко объяснил суть Евангелия, что Бог его любит, даже такого. Но держал его в руках, чтобы он не вернулся. Вот. И, короче, повторяем моменты покаяния. Согласен он на все. Он это не только покаяние. Короче, вот, у него какое-то такое было экстремальное покаяние такое непонятное. А они даже так и лежали. Они должны видели, как он каялся, как что это было. Он уже ушел уже тогда. Вот, они уже спросили, что это произошло? Они даже не поняли, что произошло, например. Вот. А остановлен из сошел, значит, он, может, что я пить не хочу вообще. Как бабки с подели. Вообще пить не хочется вообще. Значит, курить не хочется вообще. Ничего не хочется. Хочет что-то нового же. А вот пришел домой. Жена. Что со мной сделать, персонально рассказывает мне об substitивительстве. Короче, дороги библичные. Рассказывает мне и все. И смех и грех, короче, думаю. А потом, у него же по прежней жизни, он и контужен был у него, потому что у него с головой было. Короче, он и помер, вскоре после того, но слава Богу он пережил прощение. Но все равно молились, и в церкви там у них, в Милинске, молились за него, за его воскрешение. А он воскрес не там, а уже в морге, не там, где он помер, где ему смерть консатировали, а уже увезли его в морг, уже прошло достаточно много времени уже. То есть там уже все мертвое имя у него уже. И он воскрес уже там уже вот. Ой, там тоже сверхъестественное описание, такое вообще чудо. Вот. Одним словом, вернулся человек. А, кстати, ну он после этого уволился вообще из армии, значит, то есть из милиции ты уволился. Вот. И, значит, и, ну, как евангелистом стал, проповедовал, значит, насколько я знаю, и по западу Украины, там, и где-то еще проповедовал, где-то еще из армии страны. Вот. Но к чему я это рассказываю? Что вот тоже вот Бог совершает такие чудеса, порой, знаете, вот, вот. Действительно, вот они не вписываются в рамки вот наших представлений каких-то. Вот тот фрагмент, что я читал сегодня, это Иван Гартиан, 9 глава, слепорожденного исцеления. То есть это чудо такое, вот, доселе до того момента неслыханное в общем Израиле, чтобы слепо от рождения человек был исцелен. Да и само исцеление, оно такое, ну, скажу, не классическое как бы, да, оно, исцеление я… А, еще есть запись. Вот, по поводу исцеления слепорожденного, 9 глава Ивана Гартиана. Вот. Так вот, и он плюнул, да, значит, сделал грязью, да, помазал грязью глаза. То есть очень похоже на такой акт творения какого-то, вот именно созидания такого, да. Не знаю, я так и пробовал стелять, честно говоря, чтобы так плевать, значит… Кто его знает вообще? Вот, почитаешь порой, даже у некоторых не послушаешь кого-то, вот, как порой там происходят чудеса. Вот этот Смит Виллс, вот тот самый, да, как он там воскрешал какой-нибудь… Там вообще были такие моменты, что он ставил тело, значит, там, и, ну, тело падало. Опять ставил, опять падало. И так несколько раз-то. И уже… Можно вот этот плеча, уже хватит, уже хватит, уже все, остановить это безумство. Вот два раза в какой-нибудь, да, и очуркался, все, уже… Все, всех, кто плеча, хвалил, 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 не-не, еще давайте, хвалил… Но самое интересное, даже Смит Рибасов, такая уникальная личность, он зафиксировал на что-либо воскрешение из мертвых, больше всего в служении христиан, сколько христиан много воскрешало, из мертвых людей, допустим, но у него больше всего в количестве воскрешенных, даже некоторых дважды воскрешал, свою жену, насколько я помню, он дважды воскрешал. Вот, не как-то сказал, отпускать ее, она же потом уже, я буду убирать, бошка, пожалуйста, не успешай. И снова, снова хорошо будет, но я хочу, я уже с Богом, и он завозился, потом говорит, все, ладно, я обещаю, он больше не успешает себе. Вот, а так он, да, реально, да, и он просто Богу и Богу возвращал ее. Кстати, это жена его, она же его вымылила в свое время, да, вот, значит, он же был, там, тоже таким, вот, тираном домашним вообще, ужасом, и бил, дышу, ну, значит, там, и гонял ее везду, ну, значит, и уже было холодно довольно, она валял на платье, выгнал ее, значит, там, все, значит, он думал, она уже убежала, у мамочки сидит, там, чай пьет, а она, оказывается, на пороге стояла все это время, представляете, значит, вот, и молилась за него, и вот, и не окорела, все, значит, там, и была, там, вот, возле дома, на пороге, и когда он открыл, значит, дверь, он увидел ее, значит, вот, и она, ну, там, не сковородкой, не так, руки в боке, там, Галя, не, она отреагировала, сын другому, она, значит, милый, любимый, пошла, там, ему готовить, вот, не грибной суп, тещу хоронит, значит, да, значит, че ж хоронит, ну, побила грибу, побила, а че ж, если не как-то, да, вот, есть я хотела, ну, да, нет, ну, она готовила, там, хороший, там, обед, значит, завтрак, ну, что-то, тогда было по расписанию, значит, приготовилась, там, и, значит, отнеслась, в течение того дня, вот, ну, вот так, очень подобному, по-любовному, вот, и он, вот, в тот момент, как раз, упокаялся по-настоящему, уже по праву, что-то, потому что, ну, как бы, он потом писал, что, или с его слов-то было записано, что, свидетельство, что, так и так, что, если бы она, хотя бы, там, ну, где-то, хотя бы сказала, а вот, что ты все-таки делаешь, там, Смит, или, хоть как-то у Карина, да, то совесть его, это его немного оправдало своя, вот, а здесь он был в таком, в совершенном положении, так, ну, просто как скотина, вот, где-то много каяться, а не смогу покаяться, вот, и много других есть таких необъяснимых вещей, и, когда Смит совершал эти чудеса, вот, тоже находилось много противников, и вот, когда Иоанн Георган читает, что же, ну, ну, уму, уму непостижимо. Несколько порадоваться, что, вот, исцелился, то, степорожденный человек, а религиозники начали религиозничать, стали цепляться, потому что это было все в субботу, а почему он сделал, а Иисус подчеркивал же, что можно добро делать в субботу, слушайте, а стали искать в нем вот такую зацепку, вот, нет, он нарушил нашу традицию, нашу, наше предание уже, нарушил, отеческие предания наши, все, значит, не от Бога это человек, хотя там, среди фарисеев, то, что есть нормальные, адекватные люди, конечно, которые говорили, если бы нет Бога, то Он бы не исцелял, значит, Он бы не исцелил, ведь Он же хороший, сделал дело, вот, и между ними там написано «Распредаж года», вот так вот, по этому поводу, вот, я зачитывал то, что в самом начале сегодня, 9-я глава и начало 10-й главы, оно как продолжает все эти мысли, что Иисус себя назвал светом этому миру, назвал себя дверью, этой, в которую входят, значит, и назвал себя добрым пастором, там, родни, с вести, дальше, 10-й главы, добрым пастором. И, действительно, сегодня, вот, в этом чудесном все, распри, распри бывает, религиозный распри, но, знаете, вот, а, сейчас я открою, по-сому, момент, для тех, кто похоже подошел, вот, сейчас для вас, и с самого начала 9-й главы, вот эти слова, которые очень сильно меня поразили сегодня тоже, очень сильно. Вопрос в начале ученики задавали, кто согрешил, да? Он родители, что родился слепым. Иисус отвечал, не он, не родители, да? Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И он дальше, как раз, признает, что я и святому миру. И вот дальше со мной вот это исцеление. Знаете, друзья, я, вот, какой я для себя такой вывод сделал сегодня, что... Что бы не было бы, где бы мы ни родились, как бы мы ни родились, да? Что бы ни происходило, Бог хочет все во благо обратить это вообще. Дела Божьи свои, Божьи дела иметь. Вот, и в этом, не знаю, особая милость его, наверное. Родочное общество, особая милость. Ну, и, конечно, у меня тоже с самого утра, после первой молитвы этого утра, то, знаете, вот такая молитва о духовном пробуждении, вспоминаешь то, что было когда-то их в своей жизни, из своей жизни, из жизни, там, других, там, каких-то служителей из истории христианства, вспоминаешь какие-то примеры, такие поразительные, очень удивительные примеры, думаешь, а вот почему? Почему не сейчас? Почему не здесь? Значит, Бог ведь и сегодня, и сейчас здесь тот же, абсолютно тот же, что он там, в Африке где-то, что он где-то еще там, Бог тот же самый, и совершает чудеса свои, деяния свои. И Иисус сравнил это со светом, сравнил это с днем. А то положение, когда никто не может учерпевать, он назвал это состоянием ночи. Ночи это. Страшные вещи. У вас тьмой сравнил это. Вот. Да будет свет. Вот на иванове, на иванове, да будет свет. Пусть будет Божий свет. И в ваших судьбах, в войне Иисуса Христа, в судьбе каждого из вас будет свет. И кто будет смотреть потом, это видит, да будет свет. Вот. И знаете, всякое даяние Богу и даже совершенность, высши судят от Отца Света. Вот. И слова Иисуса еще, я напомню то, что случилось вот, из тех, что читал сегодня, это 10 глава, 10 стих, тот самый знаменитый, что вор, кто пришел красть, убить, погубить, это его стихия. Вот. И дьявола называют вором, да, похищающим. Вот. И он называет его человек-убийцей от начала. И многим другим словам в Библии враг именуется. Это враг Божий и враг наш, человечественный. Вот. С самого начала, когда Бог сотворил наших, еще пращуров, праотца Адама и пра-мате Диего, с самого начала враг ненавидил нас. Вот. Наш вид, будем говорить, человеческий, как-то, как бы, был ненавидственным. Вот. И, к сожалению, история человечества, она пошла, вот, так, как падение. От падения, от Создателя. Вот. Но, по милости Господней, 2000 лет назад началась новая эра, действительно новая эра. И Бог да благословит нас в этой новой эре, новой жизнью, подвижит новой жизнью. Одним словом, вам их исцеляете, я это и себе говорю, и вам, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте. Вот. И я верю, что вот эти моменты, они действительно, не знаю, Божье сердце, это особо не открывают. Когда бедный человек нищий, он благоденствует, когда больной, он исцелен, да, ослабленный человек, ослабленный, он силен, это действительно Божье чудо, Божья милость. Не знаю, я как-то этим сейчас особенно загорелся, особенно живу. Вот. Быть далеко. Хороший перемен, когда ты начинаешь уже так жить, вредить этим просто, вообще верить в это и как-то особенно искать это. Вот. И вот такие истории, когда, говорю, видишь, там колеты, там колеты, там инвалид, там инвалиды. Понимаешь, что Бог хочет действительно людей исцелять, воскрешать, благоставлять, очищать. Вот. Это Его день, это Его лето Господне даже. В сравнении с летом вообще прекрасно. Это даже не весна, не осень, это лето, это пик апогеи, это такой, кульминация всего этого, свет. Прекрасно, конечно. И вот среди лета сидеть в пленнике, сидеть в погребе, мертв, ну, непростительно. Вот. Я верю, что человечество действительно должно переживать сейчас лето Господнее, вот, а не ужасы морозового, холода и прочее. вот. И те пробуждения, которые за два тысячелетия были уже в истории христианства, или в нашей судьбе какие-то толчки были определенные. Вот. Я верю, что все это вкупе, это лишь как бы вот увертюра перед огромным его огромным пробуждением. Перед его пришествием должно действительно Евангелие Царства во всей вселенной проразмучать. И не просто как слово убедительное человеческой мудрости, а явление Духа и силы. Об этом уже многие говорят. И это все больше и больше об этом говорится. И порой это действует, она сам не проявляется. И думаешь, надо же, сам вспоминаешь, какие чудеса Бог совершал даже в нашей жизни. Да? Вот. Да если бы не Бог не пришел бы в мою судьбу тогда, я бы уже с днём был в мире данном Божьем был. А он взял и дал мне жизнь. Я благодарю ему, очень благодарен за это. Знаете, не устану благодарить ему за все это. Вот. Когда хочется вспомнить чудеса, вспоминаешь тоже, когда мы с женой поженились, у нас было такое, что значит, тоже чудо, что детей у нас не могло быть естественным образом. Вообще, вот это вот естественно, сверхъестественно, настолько все как-то шапка, обвалка. Я вот тоже размышляю эти дни, тоже перечитываю как раз Иоанна, Евангелие, вот, и о воскрешении, о исцелении. Вы знаете, потому что Божеская сущность Иисуса, она очень у Иоанна ярко так вот выражена, просто как-то особенно как-то выражена. И у тех евангелистов также она выражена хорошо, но у Иоанна особенно, как-то по-особенному, не знаю, прямо вот восхищаешься вот этим. Вот. Я думаю, что в нашей Евангелии особенно откроется как раз божественность, Божество особенно откроется Христа. Особенности Христа. Вот. И, значит, то, что естественно вот для этого мира как бы кажется естественным, нормальным, да, это ненормальным, вот с позициями Божьего мира, да, Божьей мире это ненормальным. Допустим, в этом мире нормально быть эгоистом, да, это нормально, вот как бы, да, это естественно, это природно, да, это как бы свойственно человеку в душе человеческой. Хотя, знаете ли, даже неверующие не предъявляются от правой альтероизма, да, людей, вот как бы, и восхищают этого, вот это подвиг, это как бы, особенно это состояние человека, когда он делает добро, может, просто ради добра, и как бы, ничего не бывает взамен. Интересно. Вот, но в Божьем, в Божественном мире это является естественным состоянием, как раз, а эгоизм является неестественным, противоестественным. Исцеление в этом мире вот такое чудесное, да, здесь является сверхъестественным, является, вот, а на самом деле это естественное состояние, а болезнь, как раз, болезнь, прокляция, все это, здесь кажется естественным, ну, обычно, природным, да, а в божественном является неестественным. Поэтому, вот когда Иисус устремил того слепорожденного человека, казалось бы, ну естественно, он родился таким, ну что поделаешь, природа, вот как бы собиралась лучше пустим, вот родился калейный человек, ну все, на что поделаешь. Но самое интересное, Иисус на него так смотрел, что ученики даже спросили сегодня, что здесь происходит вообще, кто-то решил вообще, как прогментируешь все это вообще, почему такое внимание обратил именно на этот человек, кто его знает почему. Но с позиции небес здесь был момент неестественного, противоестественного, вот, потому что естественно должен был видеть этот человек, но он неестественно был убитым, это ничего вообще не убитым, с самого рождения своего. И с позиции неба это было неестественное состояние, противоестественное состояние человека. И болезнь, она противоестественна. Противное естество Бога вообще таковому. Прокляция любое, оно противоестественна. Даже неверующие люди понимают порой, даже лучше, чем религиозники порой, что когда человек заболевает, там, таблетки, холодовечение, то есть человек ищет исцеление. Потому что это довольно подсознание. Человеку естественно жить нормальной жизнью, здоровой. И когда заболевает, он себя плохо чувствует, ему хочется постоянно избавиться. Потому что он понимает, что это неестественное состояние. Это не его. Оно даже вложено в человека. И знаете, действительно, Божье естественное, оно здесь кажется сверхъестественным и неестественным. И наоборот, человеческое порой естественное кажется нам. Ну, как бы уже привыкли к этому. Оно в Божьем, оно неестественным. Вот. И в моей практике были чудеса тоже разные, но каждый раз вот понимает, что когда какое-то противление что-ли-то естественному, протест какой-то. Вот. Я это понял по своей жизни тоже, что Богу это нравится. Протест против чего-то. Вот. Именно против болезни, против проклятия такого другого. Когда есть протест, когда есть соглашение, когда лапки опускает человек уже, то это очень плохо. Даже с позиции неба это проклятие. Есть татарская сказка. Ну, в разных породах есть похожие сказки. Татарская сказка такая есть народная. Про двух мышек, которые упали в крыльку с молоком. Значит, болтали, барахтались, барахтались. Одна сказала, да, в принципе, все, все ножи. Раньше, позже, короче, лапки скрестила, короче, и все, и на дно. Утонула. А вторая билась сверхсил. Билась, 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 пока не взбило масло. Вот. В общем, и как видите, вышло. Вот. И мудрость очень простая. Бейся, пока бьется. Не сдавайся. Вот. Значит, и, знаете, Бог любит тех, которые бьются. А дьявол любит тех, которые лапки скрестят. Дьявол таких обожает просто вообще. Вот. Значит, вот это как бы легкая добыча для него. Который, а, все от Бога. Все как бы оно, как есть. Чему бы хватило именоваться. Вот. Моих отыскрайли, ничего не знаю. И прочее, прочее, прочее. Дьяволу, прочее, очень нравится. Это его любимые слова, наверное. Когда он это чувствует, бесы там святаются и пиршествуют, радуются всему этому, конечно. Вот. Вот. Когда человек борется, дар с ним погибают. Небеса радуются. Вообще, в таком состоянии вообще. Бог радуется и все. Вот в этом моя природа. Божеская природа. Не демоническая, а божеская природа. Вот. Особенная природа. Божество появляется в человеке. Вообще. Особенная. Во всем. Помните, кто это? Эдисон, да? Он делал эксперименты там. Да? Тысячу раз. Тысячу раз вот. И неудачно вообще. Но, слава Богу, в нем была не бесовская природа, да? А божеская. И он сделал еще раз эксперимент. И удался. Вот. Такой интересный пример, да? Значит, и вообще, когда вот действительно, не важно, это открытие где-то в научной сфере, да? Какое-то еще, ну, бесплетение какое-то, да? Значит, или это исцеление больного человека, да? Значит, воскрешение мертвого. Каждый раз это действительно какой-то протест. Я вот в своей жизни, да, вот вспомнил про свою супругу, наших деток с ней, то у нее не было, как такой матки, она была в зачаточном состоянии вообще. То есть, аномалия такая, да. И врачи говорили, да, это, ну, редкая аномалия такая, так что... Вот. И все, что связано с маткой, ну, вообще женскими органами, оно было не развито. Вот. То есть, само говоря, в зачатии невозможно, не говоришь, ни про беременность и рождение. У нас вот шестеро детей. Слава Богу, да. Это вот так вот. Представляете ли еще? Вот. И первый ребенок буквально отвоевывали просто. По мере вот зачатия и развития ребенка все развивалось. Развивалась, матка росла, выросла все. Вот. И рожала жена, и, ну, с Настей было что-то такое. С Колей тоже чудо, что, значит, где-то месяца-полтора к нему ничего не поступало вообще, последнее, перед родами. Вот. Тоже такое испытание. Представляете, значит, у него, ну, был таким, видимо, в утропе вертлянный, мальчик. Он много вертелся там, значит, однелся. Он нагрутил так, что, значит, куповина была перекручена. Ну, это такое не бывает часто, но дело в том, что на ней был узел. В общем, дело треекратное объектив куповины было, во-первых. Во-вторых, на куповине с него был узел еще. Вот. И узел был затянут, и последние полтора месяца к нему ничего не поступало. То есть как он вышел, никто не знает. После рода все подтвердилось, все показано было. Значит, во-первых, воды были черно-зеленые. Вот. Как он в них вышел, неизвестно. И вот сама куповина, фрагменты демонстрированы, что там врач, что это нормальный, вот как он должен увидеть, и есть нормальный. А вот сам этот фрагмент, где узел черно-зеленый. И он только лишь слегка потянул, разорвалось, значит, и вот эта черная желез такая вот такая. То есть в этих фрагментах. То есть это показывало, что это против всех учебников, по гинекологии вообще, по практике. Это говорит, с вами можно защитить все это вообще. Это значит, как уникальный случай. Потому что вообще это противоестественно. Вот то, что написал, ну, как бы, как врач, да, это вообще противоестественно. То есть такого не может быть вообще. Это противоестественно, против естества. Потому что действительно к нему, ну, полтора месяца, как минимум, ничего не поступало. Как он выжил, один только Бог знает вообще, как он выжил в таком состоянии. Тем более, воды были зеленоваты, болото просто, просто болото. И вот этот фрагмент, он был черный, черно-зеленый, без стекло жизни. То есть это все показывает, что это была мертвая лотка, полностью мертвая лотка. Он был живой. И нам говорили, что мы не говорили, что страшные вещи. Вот, и неразвитые, и все, и прочее, значит, сейчас учатся сам на медика уже. Вот, и заканчивают медицинские заведения, значит, пожалуйста, врач, фейншер, значит, все-то что-то, и, ой, слава Богу. Знаете, вот, думаю, что надо же, ну, чудеса он совершает, а потом с третьей беременностью уже в другом месте, значит, врач там вопросы задает, сестра пишет там, что там рассказывает. Значит, значит, врач там вертела эти бумаги все, ну, это не может быть, здесь какие-то ошибки, не может быть, вот, как у вас нет матки, если вы уже два раза рожали. Не может быть, то есть это и третья беременность, и говорят, это невозможно. А потом еще там спрашивают, ну, исполняют, кем работают, там, доброхозяек, значит, а кем муж работает, ну, священник, священнослужитель. И врач говорит, а, у них все может быть, а, у них все может быть, короче, рукой бахнуло, так уже, как бы, так, нормально, что, даже то, что не может быть. Вот, мы надеваем тоже, как он, священнослужитель, вообще-то. Каждый верующий, он священнослужитель, да? Аминь. Если только настоящий, не по-нарошку, по-правду, верующий, то он священнослужитель. И наше священнослужение, оно, конечно, немного не то, что люди представляют, как священнослужение. Слава Богу. Вот так вот, друзья. Вот. И о чудесах тоже, о воскрешении там. Вот. И здесь вот, сейчас на Киото, там, на левом берегу, значит, проживаю там, значит, да, значит, да, значит, а вот мы с ним рядом, на малышке там, вот, жили мы по ночам, когда приехали в Киев еще, то, значит, получается, 20 лет назад. Вот, получается, да. И вот, значит, Киев, да, тоже там супруга рожала, уже, знаешь, 4 времена порожала, значит, уже трое были. Так что, у нас тут трое родились в Украине, я не условно, трое родились в России. Вот, и, значит, Таня рожала, она здесь. Вот здесь тогда, ну, там, по-моему, через дорогу, вот, там, роддом, больница была, роддом. Там еще церковь, вот эта вот, господа, эти как раз, вот, хан Христа. Вот, и там жили бы, вон, черт, там, область, просто было этих медицинских всяких старых построить. Вот, значит, и вот там, как раз, и жена, я рожала, в том роддоме, вот, и тоже приговор врачей такой, очень такой, ну, сложный, конечно, вообще, представьте. Да, я, как раз, и преподавал тоже через дорогу, Химволокно, ДК Химволокно, там, значит, и вечерняя школа, Сила Божья называлась, дневное, Иисус Снамен, и колледж Сотого Яковлова. То есть, там все три учебные изменения, где я преподавал, если там находились. То есть, я, что, куда, через дорогу переходил, через, мимо станции метра Черкинский, куда, попадал, как раз, вот, на Химволокно. Вот, и как раз, там, мы занятия начались, по-моему, в Суставе все-таки, дневной, да, дневной отделение было. Вот, значит, и занятия начались там, и я, как раз, зашел к праведному супругу, и вот приговор такой врачей, что, значит, у девочки, вот, у новорожденной, да, ну, аномалия, представьте, нет ключей, вообще, вообще нет ключей. И чем-то еще там объяснил, и, надо сказать, это инвалидности. Вот прямо, и все дома, инвалидность. То есть, конечно, гимнастикой, надо будет заниматься с ней, там, она объяснила как-то ручку там, ну, это вам потом отдельная школа есть такая, даже оказывается, вот как-то можно развивать. Но максимально ручки вот так вот подниматься, максимально, так называть это вот. То есть из того, что если заниматься постоянно этим, вот как бы, а вот так, чтобы поднимать, это уже, ну, это вот, сама вот эта система отсутствует, короче, и вот, в частности, меня не запомнилось, что ключиц нет вообще, она объясняла, ты вот, знаете, вот, ну, живешь на пасте одна, другая, вот, и, значит, и тоже ужас такой, а я иду на занятия, как раз, вот это с устами, да, и с устами, ну, почему, потому что на вечернем деле было мало народа, там полно народа было, там вот это, зал большой, там весь запит был, даже дополнительно ставились скамеечки там еще, и там в основном, так получилось, учащиеся были такие бывшие наркоманы, алкоголики, ну, неакции, то есть вообще там, там, там целая людьми, на полках, так, ну, вообще, знаете, как, порядочный грешников раз пообщался, ну, да, значит, и такой, как бы, наплыв такой был, вот такие студенты, которые раньше не должны конспектировать, читать не умеют фактически, вот так вот, такие были студенты, вот, и, так получилось, что, как раз, снова мои занятия, вот, второй день уже, я выхожу, ну, никакого настроения вообще, тему продолжать, ну, и я взял, микрофон взял, вот, и давай все рассказывать, и вот это все рассказал, говорю, братья, сестры, говорю, вот, тогда у меня, вот, такая беда, вот, только что был, вот сейчас, вот, перед занятием, там, в больнице, значит, и вот, вот, приговор такой врачей, она плачет, вот, врачи все, вот, так все объяснили наглядно, вот так вот, даже врачи сказали, что мы поймем вас, если вы не заберете девочку, вот, как бы, значит, вот, вот, потому что и такие случаи, там она описывала, что в таких случаях родители порой так поступают, мы заберем однозначные, вот, значит, даже вопросов у нас не стоит, вот, значит, и, но, представляете, инвалидность прямо с родного, вот, то есть прямо из родного выписка и уже инвалид. Вообще, кошмар, ну, знаете, я, значит, и я все рассказал, и говорю, давайте будем молиться, спасибо, потому что поддержите меня, давайте будем молиться сейчас, потому что, ну, а для меня, я пока шел туда, до самого химолокного, шел, и все размышляю, думаю, стоп, Аташ, она говорила по поводу, там, ложки, кушать себя, обеспечивать, чтобы тренировать нужно, для чего, чтобы максимально вот так вот, хоп, а у меня сразу, вот, руки так поднимаются, ну, гнев, вот, не просто, там, чем-то заниматься, а вот, то, чтобы гнев поднимать, славить Бога, у меня, там, сразу, почему-то такой образ, что-то, она не сможет поднимать руки так вот, сможет, не может быть, что она не смогла вот так поднимать руки и славить Бога, вот, и вот этот момент у меня особенный, прям всю дорогу подошел, у меня прям все, вот так выдумывалось, вот, и когда рассказал, хочу, чтобы она славила Бога, поднимала руки и славила Бога, вот, молились, и как-то так отпустила, как говорится, печаль, как бы, так, как-то хорошо, как, вот, занятие прошло очень хорошо, замечательно все, вот, вот, и потом узнаю, на другой день, узнаю, чудо произошло, вот, жена там рассказывает, там, значит, такая система тоже такая, советская такая, там мамочки отдельные, детки отдельные, вот, значит, да, вот, значит, и медсестра, их всех перепеленовывают, значит, идти же, значит, и вдруг это закричало, как-то, ну, красавица, медсестра, вот, там мамочки говорят, что, с чем там, что с мамой, что случилось вообще, вот, ну, такая нормальная система, когда дети там отдельные, как-то, вообще, какой-то фашизм какой-то, на мой взгляд, вообще, не по-человечески как-то, не по-русски, ну, ладно, это еще такая издержка советского такого еще, вот, когда дочеки смотрели как на винтик только, механизмы, и все, ну, ладно, и вот еще, и там мамочки там взволновались, значит, ну, с чем там, что случилось вообще, мало ли что, там был случайно, кто-то закрямился, там, ну, плохо смотрели, с этим мамочем, вот, а здесь, значит, забеспокоились, а она кричала врачами, значит, врач побежал, потом другие врачи, значит, вот это, оказывается, оказывается, посмотрите, Таню, с нашей Таней, ее, она раскрыла полностью, распилинала, и Таня, это был ее, сколько, третий год, третий день рождения, получается, или куда-то, или куда-то, или куда-то. Короче, вот только, ну, вот, она сама ручки подняла обе, и так держала, а также уже они знали, что ребенок с инвалидностью, что не сможет ручкой никогда, да, что я в ней не учился, и все прочее, вот, и она подняла врача, чтобы ей не поверить, что такое произошло. Так, и Таня все время держала ручку так, короче, значит, да, значит, и, значит, и врач пришла, смотрела, другие врачи, люди, когда пришли эти, да, значит, смотрели, и Таня все время демонстрировала, короче, не может быть, не может быть, короче, там, вельболов такой маленький произошел, вот, да, значит, и потом, значит, мне когда сказали, ну, здорово, слава Богу, вот и сейчас Таня у нас учится, тоже в ядзинском учится, красавица, и гимнастикой занимается, всем увлекается, значит, и развивается хорошо, и подтягивается лучше всех, и, там, как бы, то есть, представляете, значит, вот, ну, опять-таки, я понимаю, что, да, чудо, но как, какой механизм, но я помню какие-то, наверное, каждый из нас, да, какие чудеса в жизни происходят, да, мы для себя фиксируем какие-то моменты, свои переживания какие-то, да, вот, и какое-то несогласие, да, какой-то протест, и, вот, какое-то такое пожелание другого совершенно вообще, вот, вот, и я знаю, что мы погружаемся в Христа, а Христос погружается в нас, мы познаем Его, Он познает нас, и этот процесс, Он длится всю жизнь нашу, вот, вот, и этот процесс очень благословенный, и чем больше нас Он может узнать, познать именно, Он знает и нас и так полностью нас знает, но вот процесс познания, когда Он познал своих, да, познает свой народ, узнает особенным образом, вот, и чем больше нас можно узнать, познать, вот, тем, наверное, и Ему радостней, и нам радостней, больше, больше Его узнавать в этих моментах, вот, как вот те слова из Сунии, песни песни, да, я приближу Ему возлюбленному, возлюбленный Мой мне, они, да, то есть это Я, они, Ле-До-Ди, Ле-До-Ди-Ли, вот это Ле-До-Ди, Ле-До-Ди, по слову Решку себя рассмотрел, оказывается, да, перевозчики в Синодане перевели очень просто того человека, что Я принадлежу Ему, да, принадлежу Ему, а там, имеется в виду, Я полностью в Нем, а Он полностью во Мне, Я Ему всецело принадлежу без остатка, а он у меня всецело без остатка принадлежит. Вот это ле-до-ди, бе-до-ди, оно вот таким образом, как взаимодействие, такое проникновение, я в него, он во меня входит, и я в нем, а он во мне. И я ему всецело принадлежу, полностью без остатка, а он у меня всецело полностью без остатка принадлежит. Вот, и я теперь понимаю, почему мудрецы еврейские еще перед, накануне пришествия Христа, накануне его Рождества, именно этот стих они выделили как ключом, золотой ключ такой, ко всему Писанию, ко всей Торе, к пророкам и прочим, слава Богу. Вот, и в преддверии, кстати, Пурима, на этой неделе уже, да, у нас Пурим, вот, в преддверии Пурима я, значит, скажу, что по сути наш Бог есть Бог Пурима. И мудрецы говорили еврейские, что в каждом поколении совершается большой или малый Пурим. В каждом поколении есть какой-то Аман. В каждом поколении, касательно народов, есть какая-то атака, большая или мало, духовная или яркая, этическая такая. И в каждом поколении есть либо избавление, либо вокруг избавления, либо трагедия. Вот, совершается либо Пурим, либо его не совершается. И я рассуждаю тоже так, что не только в истории Израиля это явно, но и вообще в истории любого верующего человека тоже Пурим какой-то или отсутствия Пурима. Порой многие, кстати, многие пишут тоже вопросы, которые задавали мне по поводу, особенно из евреев, вопросы задавали, где был Бог, где был Бог, когда Холокост подошел. Вот знаете, о несостоявшихся Пуримах тоже есть, что здесь с Великой Аспортом, есть о чем рассказать. Вот, но я думаю уже сегодня вечером, когда онлайн подключусь, в 6 часов вечера. Подключайтесь, кто может, у нее возможность подключаться, ладно. Сегодня в 6 часов вечера. Вот, и даст Бог туда полчаса, да. Ну да, завтра, послезавтра должен будет подключаться. А 28 число, 28 у нас февраля, в этом году, выпадает на пост Эсфири. Накануне Пурима, накануне полнолуния, вот этого месяца Ниссан, если вот я глянусь у нас, значит, что, вы заметите, она уже прирастает, она растет уже достаточно. Вот, а само полнолуние, получается, с 28 февраля начинается и вот 1 марта, и вот начало 2 марта, получается, фрагмент. Значит, это само полнолуние, вот это, в этом году. Это 14-15 число месяцев... Ада. Ада, месяца, да. Или просто 12-й месяц его. Окончание года, последний год. Если считать, мы сами имеем в виду. Вот так вот. И, конечно, Бог не совершил в наших судьбах свой пожертвенный Курим. Потому что даже исцеление, это тоже как бы некий Курим такой, который в нашей судьбе происходит. Вот. А порой не происходит что-то. Хочется, чтобы сюда происходило. Поэтому завершу словами Иисуса, да, который говорил, что кто уверует в меня, так вот я люблю готовить, как люди ему таку-то берегу, кто уверует в меня и погрузится в меня, да, и пропитается мной, будет спасен. И как продолжение слова, которые приписывают к этому у нас Серафиму Саровскому, что спасешься сам, он говорит, и тысячи спасутся вокруг тебя. Мне тогда нравится, я такой красивый. Потому что дом твой, да, это хорошо. Нет, понятно, дом и дом. Все мой дом. Можно посчитать, как бы, да. И вся земля мой дом. Вот как бы. Но все-таки, как-то все-таки больше домашний чар, как-то ограничиваешься так, представлением. А вот это вот Серафимова «И тысячи вокруг тебя» мне было очень нравиться. Как-то оно вот, в этом что-то есть. В этом какое-то такое красивое такое развитие этой мысли, продолжение этой мудрости, слава Богу. Ну и по сути, в этом и вангрии. Да, «И тысячи вокруг тебя». Вот. И потому что ты как соленый огурец уже и осоляешь бинегрет вокруг себя даже несоленые всякие там овощи вокруг тебя, все соленые и несоленые эти овощи, вокруг тебя они становятся соленые и впустые. Вот так вот. А если мне хозяин так ложку раз, так опа, вот чуку не хватает, что-то. А-а-а. Нет огурцов. Вот так вот. Так что пусть Господь совершит чудо и вангрии и Гима, и области, и вообще Украины, и все наши и вангрии. Пусть много были соленых таких огурчиков. Как тот самый Билли, Грэм, вот уже покойный с этим царством и небесным уже ушел и недавно. Бочти сто лет прошло. Вот так вот. В еврейской общении один брат сказал мне, а я как хочу прожить 119 лет. Стопа, почему 119? Мы обычно желаем 120, до 120. А вот что же в похорона сказали? Безвременный похил у нас. Говорю, молодец, молодец. Слава Богу. Так что, да, привет, господа, братья и сестры, благоставляю вас, благословения священничества. Давайте встанем, друзья. Не сильно надежды горстые еще. Пусть Бог благословит, и пусть Бог согреет нас. Люд, и наконец стал лютовать, что-то. Знаете, вот, вот, ну, из земли тоже нужно, хотя бы немного. Вот, пока так. Как так. Пусть Бог благословит во имя Иисуса Христа. Всех вас, дорогие друзья, и кто будет потом видео смотреть, хотите делать тоже выводы, мотайте на ус. Вот, и погружаемся в Господа, пропитываемся им, и этой солью божественной оставляем все вокруг во имя Христа Иисуса. Пусть эти действительно даже самые неизлечимые по нашему человеческому пониманию и разумению недуги, они уходят во имя Иисуса Христа. Как вот Виктор приезжал сюда, да, проповедовал, просто мне не было когда. Значит, рассказывал же, значит, мы с ним общались, вот, а когда Бог исцелил там у них бабушку, проказы, проказы вообще. В наши, в наши дни, оказывается, есть такая библейская еще, да, болезнь, вот, и проказа ушла, и ножка стала у бабушки, вся кожа такая уже старческая, шершава такая, а вот там, где была проказа, как младенчик, готовы ручки оставить, и потом Черкасса водили, вот еще, и признали, да, что нет проказы, все, бабушку, здорово, пожалуйста. Вот, и вдруг, значит, даже Бог слышал, что-то, а вот, и у самого Виктора, кстати, тоже дочка родилась, там что-то с хромосомами, Карнира родилась. То есть, максимально, она была совсем маленькой, она выросла, вот, а сейчас можно выжимать, вот так. Вот, когда, как раз они, когда неуверовали, когда, ну, врачи делали диагноз, поставили диагноз страшный, Карнир, значит, вот это да, вот, не может быть, и тоже говорили, что все, только остановят больницу, и мы поймем вас тоже, стать, статью болезнью, вот, когда это не поправильно, вообще никак, это, вот, на уровне, объяснили, вот, но, сегодня девушка, красавица, выше батька, выше родителей, и, значит, вот так вот, вот это да, думаю, Бог совершает чудо, на уровне, там, эти хромосомы, и всего, абсолютно, слава Иисусу, он может переводить, я говорю, а прямой перевод, все против, и, спасибо Господь, за все, Боже всемогущий, благодарите, Господь, за этот день, благодарите, как Боже всемогущий, за благодать свою, Боже, слава тебе, благослови, Господь, миром своим, всем шаломом, Боже, в эти предкуривные дни, Господь, я молю тебя о твоем, божественном куриве, в наших судьбах, потому, что враг бросает шребий свой, украсть, убить и погубить на его костях, но, Господь, ты бросаешь жребий свой, а на твоих костях, Боже, жизнь и жизнь с избытком, твой жребий, это жизнь и жизнь с избытком, Боже всемогущий, и даже если враг, бросает жребий на нас, смерть, погибель, воровство, Бог, ты всемогущий обращаешь это на голову, уже его, Боже, ты совершаешь чудо избавления, Боже, катан курим, этот малый курим в наших судьбах, куримы в странах, в народах, Боже, пусть Господь и здесь в Киеве, в Украине, твой божественный курим совершается, Господь, избавление Твоего, Господь, сверхъестественное, это пробуждение духовное, Господь Боже, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Господь, Бог Богов, Царь Царей, слава Тебе и хвала, Боже всемогущий, благослови, Господь, благослови народ Своим миром, благослови сегодня Израилем, благослови сегодня Иерусалим, благослови сегодня Господь всех евреев в земле обетованной и в России, и в России, и в России, Боже всемогущий, благослови сегодня Украину, Боже, благослови Киев, во имя Иисуса Христа, и всю нашу страдавшуюся землю, благослови, Господь, по богатой своей милости, все народы земли Божьей, пусть все дышащее хвалит Тебя и прославляет тебя. И то пробуждение, Господь, толчками которому, увертюры, вступлением которому, и многие чудеса в наших судьбах, в истории христианства, и даже в такой недавней истории, в ближайшей к нам истории, Боже, все это говорит о том, что ты глядешь, Господь. И вот это огромнейшее, но полное пробуждение Божия, этого последнего времени, Господь Божий, да будет явно, Господь. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Да благослови тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призови на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилуй тебя. Да обратит, Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе, и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Аминь